Дорогие гости, приглашаю вас к столу. Все, ребята, нагостились мы на даче. И сегодня мы направились к моей сестре, к ее семье. Навестим ее, детей. Будем выросить подарочки. Покажем вам. Посмотрите, какие у нас тут родные просторы. Красота такая, березоньки. Да, кстати, Катя здесь выросла, да? Провела свое детство здесь, да? Каждое лето на дачке. Везет? У меня не было дачи. Ну, для тебя была дача, я так понимаю, вообще, да? Я вообще кайфовала на даче, ну, примерно до того периода. Класса до десятого, наверное. Потом уже друзья появились такие, которые в городе тусовались все лето. И они меня как бы стали маленько к себе подтягивать. Мне интереснее было с ними находиться, чем на даче. И на дачу уже я, конечно, без удовольствия ездила. А у меня не было дачи. Мне хотелось наоборот на дачу. Хотя на даче у меня тоже есть, были друзья, тоже хорошие друзья. Василию, Жене. Всем привет передаю, извините, кого не вспомнила по именам. В общем, у меня друзья здесь тоже есть. Вот здесь, там жили мои друзья. Наша задача сейчас доехать на автобусе до города. Полину Деревцову сдать маме. И постришься, наверное, да? Постригемся. Смотрите, как оброс. Все, ребята, поснимаем что-нибудь в городе. Мы постриглись. Девчата, покажитесь. Девчата, там подровняли кончики волос. Ой, прям длинные волосы. Ей еще это все выровняли. Волосы такие ровные, послушные. Веронички тоже выровняли. Надо, кстати, такую штуку выравнивающую купить, Катя. Не, нельзя ее. Нельзя? Она же паром там делает. Мне кажется, ну и как-то здорово. Нет, это вредно. Вредно? Если еще можно применять средства какие-то термозащитные, то можно. Я, ребята, тоже постригся. Моя стрижка стоила 500 рублей с помыслкой головы. Девчата по 250, в общем, вышла. И хотелось бы подчеркнуть этот один момент. Когда мы зашли в салон красоты, я говорю, ну, мастер свободен, не свободен. Она сказала, да, да. Парень вас пострижет хорошо? Она как-то так спросила с опаской. Ну, потому что мы же находимся в Сибири, и не все, видимо, соглашаются, чтобы парни стригли парни. Пойдем на пешеходный. Она прям мне как бы разрешение спросила, типа, якобы, хорошо, что если парень пострижет меня? На самом деле мы уже привыкшие. В Китае в основном все парни стригут такие модные, с прическами крутыми. Сейчас мы идем в магазин, купим рыбки, да, какой-нибудь. Да, какой-нибудь вкуснотищик, купим к пиву, в общем. Почему соскучились? О, мультик, ребята. По-моему, ты уже, слюна у тебя потекла. Мама нам обещала киндер. О, слушайте, здесь, смотрите, киндер продается такой, который, это, с пластмассовой такой штучкой внутри, с капсулой внутри, которую, помните? В Китае это только вот такие продаются. А вот, ребят, смотрите, идем-идем, и тут наша машинка стоит. Даже номера те же остались, литье мое. О, тут какую-то метку поставил, смотри. Видимо, жена ездит, видимо, это восхитительный знак поставили. Это мы перед Китаем эту машину продали, потому что смысл, она будет стоять целый год, политься. Мы лучше будем, ну, распорядимся этими деньгами. Так и получилось. Ребенок, в общем, идет и по-русски все читает, да? Да, и читает. Пошла и вычитала слово на три буквы. Прочитала слово лох. Спрашивает нас, что это означает. Мы идем, мы не можем ответить, что означает слово лох. Ну, в итоге, короче, мы ей объяснили, что лох, это, по-моему, человек, который ничего не добился. Ну, это, как сказать, попроще так, чтобы ребенку было понятно, правильно? Ну, да. Мы, в общем, сейчас движемся к Лене, моей сестре. Мы уже прям совершенно рядом. Здесь, в общем, смотрите, ребята, моя школа сороковая. Тем, кто учился в сороковой школе, привет. Вот так она в лесочке находится. Там 35-я школа. Там главное, что в центре двора лес. Прям настоящий лес. Березы, квойные деревья. Да, идешь прям как в лесочке. Пахнет так здорово. По лесу идешь. А вы, девчата, к кому идете? К Лене. А еще кому? К Канечке. К Канечке. Еще к Андрюше. Подарки будете ловить? Да. У нас все, идем. Немного осталось. И еще и киндер мы купили, Анечке. И нам тоже. Тихо, тихо, не говори секрет. А тоже это потом очень будет шанно ремонтировать. Монтировать. Ну, давайте стучите. Саня. Саня? Да, Саня, Саша. Это все читает надписи на стенах. Можем ее больно. И на ручку. А что ты с тобой? Лучка. Привет. Всем привет. Привет, привет. Ты как чужая, ты там. Она аллергия сейчас. Вован. Где Вован? Шабачку. А вот стри, красиво. Это Андрюха. Привет, Андрюха. Привет, привет. Пойдите. Пойдя. Все, таланты, табын. Андрюха, ну иди. Иди, поздороваемся. Однимемся маленько. Ой, блин, блин. Блин, с моей системой. Капец. Молодь мой, это капец. Нормально все. Пойдем, Повка, поздороваемся. Вованна, привет. Не боятся уже тебя. Здорово. С камерой мы же не ходим теперь. Да и ладно. Привет всем. Ладно, пошел. Кишка. Это тонка у тебя еще. С пуслом, э? Что делаешь? Там дальше что-то делаешь? Анютка, Анютка, смотри, спряталась. Она, видимо, это скромный... Анют, ну иди, поздороваемся. Доченька, иди ко мне сюда. Ну иди. Доченька. Девчонки, к тебе шли. Ну пойдем, она к нам выйдет сама. Она если скучно станет, она привет к нам. Пойдем. Вот она, Анечка, с подарочками идет. Зелененькие, веронечка. Встречайте сестреночку младшенькую. Так это вы же должны подарочки, вы же приехали. Ну мы тоже не видели детей. Ну откройте подарочки. Они у вас и детей. Ой, Димонк, полиция. Голубоглазая это наша. Мама постоянно смотрит, это мои сестры. Вот такие подарки, вот она. Смотри, блондинки дели, да? Было легко это вести, чтобы не обременяло нас. Чтобы в Китае можно было. Да вы не это открываете. Так что я хочу, чтобы вы посмотрели, что такое. Давай посмотрим подарочки. Господи, конфет шоколадный. Вау, цепь. О, Лена, ну ведь все. Дальше давай. Ну круто. Ну круто. Класс, вообще. А, что там? Там сладости. Все как вы любите. Все как вам не хватало в Китае. Шоколада нету нормально. Нравится вам? Ну хоть что-нибудь скажите, нравится вам? Вот эта цепочка-то нравится. Вероника, ты же любишь всякие блестяшки. А вот ты любишь, да? Шоколадный, хочу. Давай, Лена, будем подарочки вручать. Да, вот это. Старались с душой. Андрюхи, короче, думали-думали. Ломали голову. Кепку, короче, будет модно. Сковорода, тебе. Это китайская такая штука. Ну, короче, она нормально, ее можно пить. На травах. Она якобы там даже лечебная какая-то. 40 градусов, кажется, 37. Лечебная? Ну, короче, юпи, можно. Для чего? Для хобла? То есть, если хочется соприкоснуться с Китаем, то, мне кажется, вот это вот прям вообще самый раз. На дегустацию тебе. Очень популярный напиток Китая. Не знаю, как на севере, но на юге он прям популярен. Покажи его еще раз. Ага, береги. 35 оборотов. Ага, 35 у нас вот. Папа, мы тут уже наряжаемся во вновки. Так, Анечке, чего подарили? Юбочка с футболочкой вот здесь. И еще у нас тоже есть. А это вот врач будет у вас. Все, кто будет? Кто-то доктор будет? Доктора-то она. Доктора-то мы любим, доча, да? Прошу. Врач. На работу пришла халатик одевайте, пожалуйста. Все, халатик. Ну, все, иди, Андрюшу, сердце слушай. Давай, давай. Вероника пошла, слушай. Так, Леночка, слушай. Так, ну давай. Еще туфли ей. Что, Анечка, что-то много. Еще туфли, ну-ка, помери. Ну вот, Леночка. Ну все, ну теперь точно надо покружиться. А, да? Вот в чем было. Теперь твой подарок. Пустой, да? Пустой, пустой. Это тебе сумочка. Кожаная. Кожа роза. С удовольствием. С удовольствием. Ничего, все, спасибо. Спасибо, си-си. Си-си, бай-бай. Спасибо. Спасибо, брат. Пожалуйста. Дорогие гости, приглашаю вас к столу. Проходите, пожалуйста. За встречу хочу выпить за... Раз в год она происходит и... Ну ладно, не раз в год еще встретимся. Что-то... Ну, ура, что прилетели, что увиделись. Ура, да. Приятно. Ну давайте, за встречу. А-а-а-а. Вообще конкретно подготовился. Стаканчики охладил. Да, все. Все покушаю. Обзор салат. Рыбонька. Это урочка. Это омоль, да? Это сельси. Наггетсы. А где тебе шамур? Картошечка с лучком. Это хариус. 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 Нарезочка мясная, да? Офигеть. Колбаска какая? Усольская? Всякая. Всякая. Это... Всякая. Омоль. Сыр, зелень. Все вообще есть. Вообще круто. По-русски. Это по-русски. Русская лжи. Вова из-за стола не видай. Русская лжида. Правильно. Чем меньше летишь тепло. Площадь. 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 Вкусная. Такая чуть-чуть подвяленная. Подсушенная. Подсушенная, да. Вот она вот этим очень вкусная. Пришли к нам на Байкал и попробуйте. Все болит. Я так тупо пью водички, потому что встава духать. Уши болят, раз не слышит. Просто щеконно им было. Слушай, скажи, дышите, не дышите. Дышите, не дышите. Она не болеет, она здорова, представляешь? Вот так доктору ходила, а доктор сказал, что я здорова.